приветствую вас на нашем канале посвященному ремонту квартир своими руками в данном видео покажу как подцепить терморегулятор к проводам которые приходят от кабельного теплого пора вот они у нас к датчику для теплого пола и сами провода вот от сети которые идут так здесь вот у нас был такой кабельный теплый пол единственно он вот этот вот sn15 а у меня был sn18 вот я его сделал здесь он уложен сделан так вот в штроблен бетонный пол и потом замазан дальше будет украдываться кафель вот здесь вот будет кухонный гарнитур под кухонный гарнитур я его не закрадывал он там не нужен не нагревал мебель и итак вот у нас терморегулятор вот такой самый простой механический так он выглядит стоит такой регулятор ну я его брал за 850 рублей вообще где-то в районе ну смотря где где как где 1000 провода у меня уже под него выведены вот эти провода идут от сети желтый на заземление белый фаза и синий ноль вот эти два провода идут от самого теплого пола от кабеля весь один хоть уходит другой камень приходит здесь я уже изоляцию снял так это выглядит так здесь этот эти провода тоненькие идут с датчика для теплого пола который уже заложен также под кабель так они идут в гофре вот он его можно вытащить можно вставить да дальше если что-то датчик этот сорвался его можно полностью вытащить и поменять на другой так сейчас я включаю напряжение в квартире так как с напряжением понятно что работать нельзя так здесь вот эти вот провода которые идут от кабеля я оплетку уже снял так дальше показываю как подключается сейчас я оплетку и снимаю я здесь просто подцепляю сейчас для того чтобы проверить сам кабель потом мне все равно этот терморегулятор надо будет выбирать это чисто вам показать как это делается какие куда провода цепляются потому что сам когда не знал первые разы влез в интернет посмотреть там отцу звонил так что у нас здесь здесь у нас вот он так вот выглядит и так как здесь подцепляется первое вот у нас сюда заходит фаза второе заходит ноль это от сети то есть вот у нас у нас белая фаза он заходит на первый клеммник фаза дальше идет вторая это ноль от сети вот он ноль так вот дальше часто многие не знают как завести вот эти вот два провода которые идут от теплого упора у меня заходит на третью и на четвертую клемму ну в других терморегуляторах возможно и по другому и здесь написано вот н1 и л1 ну на самом деле тут без разницы куда какой провод зайдет вот этот на третью или там вот этот на третью на четвертую то есть тут вот эти коричневые провода вот эти два их без разницы что куда вы отканете в третью или в четвертую разницы никакой нету так вот это вот оплетка которая вот здесь вот у нас она соединяется с заземлением в квартирах где есть заземление если в квартирах заземление нет она вот эта оплетка идет на провод нулевой вот он на синий и цепляется здесь кстати это очень неудобно в таких местах цеплять ну некоторые просто вообще между собой скручивают и все убирают можно так конечно в принципе ничего не будет регулятор будет работать так ну и вот эти два провода у меня они идут на шестую и на седьмую клемму они тоже вот красный и зеленый они идут на датчик теплого пола они тоже цепляются без разницы какой последовательности можно красный на шестую и на седьмую клемму так и все после этого идете включается а также смотрите чтобы датчик терморегулятор выключен включая напряжение у меня уже включено и вот здесь желательно чтобы температура стояла на минимуме когда вы начинаете включать так все ток есть включаем при включении должна загореться вот эта лампочка не не пугайтесь если она не загорелась у меня сейчас пол уже прогрет ну не знаю градусов 10-15 поэтому пока вы вот не доведете сейчас регулятор до вот этих градусов температура не включится сейчас смотрите ну сколько пол опс в данном случае у нас пол где-то уже и так сам по себе 20 градусов нагрет я имею ввиду сами плиты в которых поморожен этот пол ну не плиты а сам вот я имею ввиду пол которые вот бетон который залит в которые штроблен сам датчик то есть сейчас у меня нагрет сам по себе до 20 градусов и вот как меньше датчик отключается так как больше он сам включается здесь уже будем до температуры какую нам надо ну максимум у меня здесь 40 градусов ну они где-то все 35-40 градусов и все и потом проверяем сейчас постоит там минут 15-20 проверяем сам кабель уже то есть он должен нагреться я уже проверил все вода нагревается все нормально можно дальше укладывать плитку теплый пол в рабочем состоянии работает ну и все мы сейчас теплый пол вот этот отключаем и укладываем плитку кому было интересно данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте может быть что-то не досказал до свидания